Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Алтайском крае за последнюю неделю зарегистрировано 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Это 63% от общего числа. На сегодняшний день в крае из-за вирусов на карантин полностью закрыты две школы, пять дошкольных учреждений, шесть классов в четырех школах и 27 групп в 20 детских садах. Растет и количество людей, которые болеют гриппом. Начали циркулировать вирусы гриппа H1N1 пандемический и вирус гриппа H3N2. То есть среди заболевших превалируют это дети до 14 лет, 63% составляют. И среди детей в основном это дети, посещающие организованные коллективы, это детские сады и школы. Для профилактики ОРВИ и гриппа врачи по традиции советуют соблюдать меры предосторожности, надевать в общественных местах медицинскую маску, особенно если кто-то чихает или кашляет, чаще мыть руки, проветривать помещение, делать влажную уборку, одеваться по погоде и не переохлаждаться. Возможно, лучший вариант профилактики в период высокой активности инфекции отказаться от посещения мест большого скопления людей. А вот между тем, третью неделю жители села Тюменцево живут без воды. Причиной этого стал порыв в сети еще в начале января, устранить который коммунальщики не могут до сих пор. По словам местных жителей, вода из кранов исчезла не сразу, поначалу за день можно было набрать целый чайник. Но после ремонтных работ, которые, кстати, провели спустя неделю, водопровод опустел совсем. Все откачивают, все пытаются делать, но пока у нас безуспешно. Я уже не знаю, что делать. Все надеются на то, что давайте подождем, а вот сделают, ну не знаю, сделают они это или нет, но в данный момент ее нет. Добавим, что без воды остаются жители четырех улиц райцентра Тюменцево. Это около тысячи человек, причем жители подчеркивают, что за две недели к ним ни разу не осуществляли подвоз. Воду для питья, приготовление пищи, стирки людям приходится покупать в магазине. С Божьей помощью врачи Краевого центра медицинской профилактики предложили жителям Барнаула сходить в церковь. Сегодня прихожан Покровского собора ждут не только поговорить о духовном, но и проверить свое здоровье. Жители города смогут измерить рост, вес, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови. Измерить силу мышц. Помимо этого специалисты смогут помочь и советам во время консультации. Обязательное условие необходимо захватить документы, страховой полис и снился, а также паспорт. Акция пройдет до 15 часов. Врач из немецкого национального района не останется на улице. Неделю назад мы рассказывали о женщине, которую лишили прописки, а вместе с тем и очереди на получение жилья. После выхода материала в эфир ее вызвали в районную администрацию и объявили, что регистрации не лишат. Напомним, Оксана Небылицына, участковая медсестра из немецкого национального района, переехала в муниципалитет, когда ей пообещали место в больнице и служебное жилье. Но за пять лет мать-одиночка с пятью детьми его так и не получила. На свою зарплату ей удалось снять квартиру в маленьком селе. Для участия в программе по предоставлению жилья с нее требовали прописку в райцентре. Ее женщина оформила фиктивно. Недавно этот факт обнаружила миграционная служба и ликвидировала регистрацию. А вместе с пропиской Оксану лишили и очереди в программе. Медик обратилась за помощью в приемную губернатора и наш телеканал. Возможно, именно после этих мер на ситуацию многодетные мамы обратили внимание местные власти. На днях они заверили женщину, что даже с пропиской в маленьком селе она сможет претендовать на жилье. Кстати, ее очередь уже подошла. Как нам рассказала сама Оксана Небылицына, она уже внесла залог на долгожданную покупку собственного дома. В Барнауле после реставрации открыли гостиницу Алтай, здание которому без малого 70 лет ремонтировали около года. Историки, архитекторы Краевой столицы уже оценили новый интерьер и фасад гостиницы. Он максимально приближен к своему историческому облику. Наша съемочная группа одной из первых увидела, как теперь выглядит Алтай. Строгая советская классика и стиль арт-деко. Теперь, говорят историки, знаменитая гостиница Алтай выглядит точно так, как и 70 лет назад. Строить здание начали еще до начала войны. До сих пор гостиница остается частью общего композиционно-градостроительного замысла. Поэтому было решено вернуть ей первоначальный облик, а именно цвета. Терракотово-красный и черный, вместо привычных желтого и оранжевого. Мы сняли несколько слоев краски и добрались до первичных, первых слоев. И обнаружили абсолютно точно именно то цветовое решение, которое было. И вот мы его воссоздали в проекте. Люстра, которая охраняется государством. Лепнина на потолках, парадные лестницы. В каждом номере архивные фотографии старого Барнаула. За свои 70 лет Алтай еще не знал капитального ремонта. Перегородки, перекрытия, кровля достаточно в таком плачевном состоянии были. Конечно, и нестандартные решения приходилось принимать проектировщикам. По словам архитекторов, в первую очередь они стремились сохранить те решения, которые изначально заложены в проект здания. Теперь в мэрии надеются, что гостиница станет излюбленным местом для туристов и важных гостей краевой столицы. А руководство Алтая ждет окупаемости проекта. Ее оценивают в 10 лет. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Международным стандартом GMP. Глицин, Форте, Эвалар. Почувствуйте разницу. На территории края сохранится теплая погода. В Олейске, Бильске и Белокурихе до минус 6. В Рубцовске 10. Ниже 0. В Барнауле днем возможен снег. Ветер южный слабый. Днем 8. Со знаком минус. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня. Традиционно в вечернем выпуске. До встречи. Продолжение следует.